Продолжение следует... Так же, как если это сделали сепаратисты? Да. Но в то же время вы говорите, что у украинского правительства есть, цитирую, право и обязанность защищаться. По-вашему, такие действия, как этот обстрел, подпадают под это? Так же, вероятно, не были тщательно расследованы. В ряде случаев мы видели, что именно произошло в широком смысле перевес нарушений на стороне сепаратистов, которых поддерживает Россия. Возможно, так и есть. Но я этого сказать не могу, поскольку не располагаю такой информацией. Но, похоже, когда в ударах по мирным целям обвиняют украинское правительство, вы воздерживаетесь от осуждений и говорите, давайте проведем расследование. А когда происходит что-то, что вы приписываетесь сепаратистам, осуждение следует незамедлительно. Отсюда, как мне кажется, и возникают вопросы? Я бы не сказала, что все именно так. В некоторых случаях ясно, на ком лежит ответственность, а в этом случае будет расследование. Также есть такие нарушения, как неосвобождение определенных лиц, находящихся в заключении, перемещение военного оборудования через границу, то есть нарушения, не связанные с нападениями. Но инцидент на автобусной остановке произошел на территории, контролируемой сепаратистами. Едва ли они будут обстреливать сами себя, разве не так? Пусть завершится расследование. Но со стороны кажется, что это был не вред, нанесенный самим себе, а часть того, что вы называете правом и обязанностью Украины защищаться. Разве не так? Я понимаю, почему вы увязываете вместе определенные детали, приходя к такому выводу, но дождемся выводов следствия. Но разве это не очевидно? Нет? Пускай завершится расследование.